Это пульсня по скриптум. Здесь мы рассказываем о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Оптимизм связали с продолжительностью жизни. Люди, которые относятся ко всему позитивнее, чаще других доживают до 90 лет. В исследовании участвовали более 70 тысяч волонтеров. Результаты показали, что у оптимистичных людей продолжительность жизни оказалась выше на 11% у мужчин и 15% у женщин. Ученые полагают, что оптимисты чаще пессимистов ведут здоровый образ жизни и эффективнее решают проблемы. Это помогает им легче выработать полезные для здоровья привычки. Специалисты также утверждают, что оптимистичные люди быстрее восстанавливаются после стрессов. Считается, что оптимизм снижает риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, а также вероятность преждевременной смерти. Частично он передается генетически, то есть по наследству, но на него влияют и социальные факторы. Вы не поверите, но оптимизму можно научиться. О главных правилах оптимистов поговорим с нашим гостем, радиоведущим и шоуменом Михаилом Братславским. Миша, приветствую. Приветствую, Наташа. Я очень рад сегодня быть с тобой вместе в этой студии. Очень рада тебя видеть. С прошедшим днем рождения. Спасибо, дорогая. И тебе, Алаверды, тоже. Нам с тобой доводилось неоднократно находиться в эфире «Дэвидзенрадио» вместе, в паре, но вот на телевидении впервые. Это дебют. Поздравляю тебя. Спасибо. Миша, мне кажется, что твоя любимая песня, и это даже не песня, а вокалист, «Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло». Эдуард Хиль. Да, потому что я никогда не видела тебя грустным. Ну, признайся честно. Бываю ли я грустным на самом деле? Да, бываешь ли ты грустным? Безусловно. Безусловно, как у любого другого человека, у меня есть моменты, когда я взволнован, может быть, чем-то озабочен, но, наверное, не удручен. Потому что, как говорит еврейская традиция, значит, гнев и отчаяние – это все самый страшный грех, поэтому зачем? Ну, зачем? Она не надо. Нас достаточно много хорошего в этом мире для того, чтобы это настроение можно было передавать и делиться с кем-то из близких. Миша, ты более 20 лет, если я не ошибаюсь, можешь меня поправить, ведешь на «Радио Дэвидзен» программу «Радио Ринг». 19. 19 лет. Скоро будет 20. Эта программа любимая очень многими. Это действительно народная программа. Давай без преувеличения будем говорить об этом. Тему задаешь ты. Да. Ты вспомнишь сейчас, навскидку, может быть? Я могу вспомнить. Вот вспомни хотя бы, может быть, что-то. Я вспомню одну шутку. Дело в том, что сама программа, она интересным образом устроена. Значит, я даю тему, задаю какую-то тему, и буквально через две недели радиослушатели должны на эту тему написать свою работу. При этом интересно, что эти радиослушатели, которые на протяжении уже почти 19 лет со мной вместе в эфире, они такие же соведущие, как и я, потому что это они трудятся, они приносят свое творчество в эфир и дарят его нашим радиослушателям. И вот однажды была такая тема, я ее назвал «Пушкинская тема», то ли это было в канун дне рождения Александра Сергеевича, то ли что-то было близко к этому. И я говорю, тема будет «Пушкинская», я беру строчку, конкретную строчку. Эта строчка была, значит, «Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем». Так вот, я убрал «Я вас любил, любовь, еще быть может», убрал «Не хочу печалить вас ничем», оставил только фрагмент «Но пусть она вас больше не тревожит». И дальше три точки, надо было каким-то образом развить эту тему в любом направлении. Надо заметить, что наши радиослушатели, многие из них, они двигались только в политическом направлении. Кто-то за белых, кто-то за красных, кто-то за демократов, кто-то за республиканских, кто-то за одних, кто-то за других. Другие всегда пишут о детях, третий о внуках, четвертый о мужьях и так далее, и так далее. Поэтому вопрос, кто такая она, которая дальше должна не тревожить, это может быть Конституция, может быть восьмая программа. Вариантов огромное множество. И кто в какую сторону будет думать, тот в этом направлении что-то и напишет. И есть у меня такой один из радиослушателей, зовут его Рафаил. Рафаил, привет. Он написал следующую работу. «Вас, кажется, заботила судьба паршивца Вовочки, героя анекдотов. Кем вырос он и как его дела? Скажу вам на сегодняшний момент, так пусть его судьба вас больше не тревожит, он вырос, он в России президент». Это было очень смешно. И я видел, как засмеялась вся аудитория. То есть услышал и почувствовал. Такие талантливые у нас радиослушатели. Очень талантливые. Рафаил, еще раз привет. Миша, а в связи с политической обстановкой, с повесткой, ты случайно не утверждаешь какие-то новые темы? В программе присутствует много, очень много работ, которые радиослушатели пишут на злобу сегодняшнего дня. В частности, в Израиле война, у меня там дети воюют. Сын мой, племянница одна, еще один племянник, еще два, три племянника. Такой сын талантливый. А дочь я сама видела, это талантливейшая девочка. Вот, они все сейчас на войне. У меня брат-близнец, который на протяжении первого года войны в Украине, просто там был в центре, и какое-то время он там волонтерил, помогал, значит. И на сегодняшний день, слава богу, здесь, в Нью-Йорке, и вместе с семьей, я этому очень-очень рад. Вот, что он здесь, хотя я продолжаю быть на связи с некоторыми из моих друзей, с кем я вместе в школе учился. Я харьковчанин в прошлом. Вот, и эта ситуация ужасная на сегодняшний день. Но при этом, я считаю, что надо оставаться оптимистом и верить в то, что добро победит зло. А иначе как? А иначе как. Миша, я удовлетворю свое собственное любопытство. Это не касается темы нашей сегодняшней программы. Правда ли, что близнецы чувствуют друг друга на расстоянии, вне времени? Они всегда чувствуют эту связь какую-то кармическую? Я не знаю, все ли близнецы. Но вы чувствуете, ты с братом? Мы, да. У нас с братом очень-очень теплые отношения. Ну, я бы сказал, очень полюбовные отношения. И мы чувствуем друг друга на расстоянии. Что ты подарил 16 января? Секрет. А-а-а! Хорошо. А это как раз секрет. Хорошо. У нас с ним свои собственные взаимоотношения. И я думаю, что в отличие, хотя я не знаю, как это, в отличие от отношений других братьев, сестер или знакомых, мы с ним можем молча разговаривать. Некоторые говорят, ну вы о чем-то говорили. Это так тебе такое везло. Я говорю, да, мы говорили, ну а что о чем? Я говорю, ну о разном. Он говорит, так вы же молчали. Он говорит, ну вот так говорили. Хорошо. Миша, скажи, пожалуйста, вот говорят, что веселые люди, которые зарабатывают деньги, там, юмором, скажем так, они в жизни грустны. У тебя часто случаются какие-то в жизни какие-то такие, не знаю, депрессионные моменты? Или это тебя не касается? Концается. Вы же, Наташа, помните этот удивительный анекдот про то, как приехал самый-самый-самый-самый веселый клоун в город? Помните, да? Да, конечно. И пришел на прием к психотерапевту, а ему, значит, говорят, мол, так и так, ну что, это пробовал, то пробовал, то пробовал, ничего не помогает. Он говорит, так вот, клоун приехал, иди же, говорит, посмотри на этого клоуна, там никто не остается равнодушным. У всех хорошее настроение. Он говорит, я и есть этот клоун. Ой, у меня мурашки, и сразу я вспомнила фильм «Джокер». Это примерно об этом… Фильм «Джокер», Олег Попов, «Грустный клоун». Да, «Солнечный клоун», который, да, казалось бы, был в жизни очень грустный. Да, я, честно сказать, в детстве об одной из профессий мечтал, вот я думал о том, кем бы мне хотелось стать, чем бы мне хотелось заниматься. Не то, кем стать, а чем же жизнь наша по дороге, она же не финал, кем ты стал, а вот то, что ты делаешь. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, радиожурналистика, вот, именно поэтому я этим занимаюсь. И я думал о том, что вот клоун, профессия для меня была очень-очень привлекательная. То есть тогда, когда другим людям грустно, тебе должно быть. Это не значит, что тебе весело, но ты должен свою положительную, позитивную энергию передать другим людям для того, чтобы им стало немножко легче. Потому что все, что происходит, это обмен, взаимобмен, это обмен энергиями. И слово имеет, значит, вот такую векторную направленность. И если я скажу тебе хорошее слово, ты улыбнешься, и у тебя что-то… А скажу плохое слово, и знаешь, и сразу, ты что, разве слово не оружие? Конечно, оружие. Вот, кстати, о силе слова. Многие шоумены неплохо чувствуют себя в политике. Есть такие планы пойти в политику? Это вопрос, я думаю, преждевременный, потому что если я скажу сейчас об этом по телевизору нашим радиослушателям, то мне придется выполнять. А я пока не готов выполнять, я пока не готов говорить это слово. Ну, ты знаешь, я просто со стороны констатирую факт, что тебя действительно любят народ, тебя любят люди. Да и я тебя люблю. Спасибо, Наташка. Друзья, и я вас люблю. Спасибо от всего огромного моего сердца. Спасибо огромное, что сегодня вместе со мной обсудил тему оптимизма и как важно сохранять оптимизм в наши тяжелые турбулентные времена. Ну что ж. Спасибо. Спасибо и до новых встреч. Я благодарю вас за внимание и прошу вас оставаться на нашем канале. Смотрите «Артен» каждый день. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!